Информацию как пазлы в единую картину собирают 16 мобильных групп. Они проводят мониторинг в продовольственных магазинах, крупных торговых сетях и аптеках. Ежедневно доклад с результатами проведенной проверки ложится на стол главы Анапы. Обо всех случаях необоснованного завышения цен на социально значимую группу товаров немедленно сообщают в прокуратуру. Придите в магазин, ткните носом сначала реализатора, потом предпринимателя. Дорогой друг, ты что же творишь? Почему у тебя сахар 60 рублей стоит? Есть предпосылки, если отпускная цена и узора, кому президент поручил разобраться с сынообразованием. Не помните? Совсем недавно, две недели назад, президент конкретно поручил разобраться, принять меры. А мы взаимодействующее звено, аккумулирующее эту информацию и направляющие. Кризис не может и не должен становиться поводом для спекуляции, подчеркивает глава Анапы. Все службы надо нацелить на стабилизацию ситуации, с ценами. Торговые точки, собственники которых гонятся за легкой прибылью, накручивая цены, проверяют повторно. Ведь в этой работе прежде всего нужен результат. По-прежнему альтернативой торговым сетям называют муниципальные и сельскохозяйственные рынки. Если на ценовую политику собственников магазинов может повлиять только прокуратура, то ярмарки привоз под контролем городских властей. Мы максимально ведем работу по привлечению губанских товаропроизводителей и приоритеты – это наши местные группы производителей Анапы. На сегодняшний день на ярмарках у нас представлена продукция анапского хлебокомбината, рыбцех Юровский, джигинского ООСП России, Молзавод, предприятия, которые занимаются рыбной ловлей, морской клуб, рис. Торговые места участникам ярмарок администрация предоставляет бесплатно, а потому вправе требовать, чтобы цены не кусались. Расширение ассортимента, активное привлечение к торговле местных производителей – все это будет способствовать оздоровлению ситуации.